Мы наблюдаем эту глобальную истерию, связанную с коронавирусом, по поводу поправок Конституции Российской Федерации, но с моей точки зрения это косметический ремонт. Все-таки после 22 апреля мы сможем видеть хоть какую-либо позитивную повестку. Они выстраивают цифровой электронно-банский концлагерь. Валентин Юрьевич, последние несколько месяцев в российской политике произошли кардинальные изменения. В оставку ушло правительство Дмитрия Анатольевича Медведева и на его место поставили нового премьера, так сказать, государственного мытаря, человека, который возглавил налоговую службу Российской Федерации и очень активно в нем преуспел, создав новое такое цифровое министерство. И, по сути, в одном из последних интервью наш президент сказал, что как раз такие успехи Мишустина в построении цифрового ведомства стало одним из ключевых факторов для назначения его на пост премьера. Как вы вообще оцениваете личность нового премьера Мишустина и какие последствия его управления мы сможем наблюдать в области цифровизации государства? Ну, я мало что могу сказать о Мишустине, потому что он был чиновником второго ряда. Федеральная налоговая служба была под Минфином и остается под Минфином. Вот. И он в силу своей такой особенности, видимо, природной или политической, он не особенно публичный был человек. И, ну, вот мы начали изучать Мишустина только тогда, когда произошло назначение. Вот. Но все биографии, они говорят о том, что он опытный чиновник двух вопросов. Цифровизация и сбор налогов. Безусловно, что сегодня это две взаимосвязанные сферы. У меня все-таки есть некоторое подозрение, что у него недостаточный опыт в управлении экономикой в целом. И вообще всем вот комплексам министерств, которые отвечают не только за экономику. Но в данном случае я, конечно, акцентирую внимание на экономике, которой я так занимаюсь более плотно. И есть, конечно, первый заместитель премьер-министра Белоусов, который, с моей точки зрения, хорошо понимает экономику в целом. Но до сих пор я не могу ответить на вопрос, насколько они друг другу подходят, насколько они совместимы и насколько вот возможна какая-то синергия от их взаимодействия. Вот. Ну, конечно, я должен сказать, что очень осторожно вообще отношусь к проекту цифровизации. Понятно, что цифровизация, она сегодня проводится сверху, с очень большого вверху. И, безусловно, что эта цифровизация, она помогает выстраивать тот новый мировой порядок, который потом, в конце концов, приведет к созданию мирового правительства и уничтожению национальных суверенных государств. Собственно, это уже предпоследние и последние времена человеческой истории. То, что описано, откровение Иоанна Богослова, приход Антихриста. Ну, а перед приходом Антихриста, значит, будет зверь из земли. Это так называемые лже-пророки, предтечи Антихриста, и они, конечно, готовят цифровизацию. Они выстраивают цифровой электронно-банский концлагерь. Вот. Ну, понимаете, я не шаракаюсь просто от цифры, я не шаракаюсь просто от техники. Всегда возникает вопрос, а в чьих руках будет находиться эта цифра, в чьих руках будет находиться эта техника. Ну, скажем, я вспоминаю 60-е, 70-е годы в Советском Союзе. Ну, были у нас академики, которые говорили о том, что необходимо использование, более широкое использование электронно-вычислительных машин для управления экономикой. Ну, тогда, к сожалению, эти идеи не были восприняты, потому что, ну, электронно-вычислительная машина, она в значительной степени лишает многих прав и полномочий чиновников. То есть была такая глухая позиция. И вот тогда бы надо было прожать этот проект внедрения электронно-вычислительных машин для управления экономикой страны. Но этого не произошло. Это, кстати, одна из причин того, почему мы начали терять свои преимущества в экономической и вообще холодной войне с Западом. Ну, а сегодня понятно, что есть некая закулиса, которая, значит, через свою агентуру, это банкиры, я их называю хозяева денег, это Федеральная резервная система, они вот двигают как раз этот проект цифрофизации. Ну, и важный элемент этого проекта – это, значит, исключение наличного денежного обращения. Ну, вот сейчас, значит, мы наблюдаем эту глобальную истерию, связанную с коронавирусом. Ну, и вот, с моей точки зрения, это не просто какая-то там случайность, это даже не просто какая-то там спецоперация, направленная против Китая. С моей точки зрения, это некая спецоперация, которая по своим долгоиграющим далеко идущим целям сопоставима с 11 сентября 2001 года. Собственно, тогда это была спецоперация, подготовленная американскими и израильскими спецружбами, это ни для кого не секрет, для того, чтобы, значит, погнать волну страха, возбуждения, и на волне этого страха и возбуждения, значит, устанавливать контроль над человеком. Ну, коронавирус, с моей точки зрения, это тоже из этого же самого ряда, потому что сегодня появляется уже такой мощный аргумент, что мы должны следить за перемещением людей, мы должны следить, что люди делают, чего они не должны делать, ну и так далее, и так далее. То есть это вот в этом же ключе все продолжается. Ну и я бы так сказал, что если бы, скажем, Россия отцепилась вот от этого глобального проекта, если бы Россия действительно прогласила бы национальный суверенитет, и не на словах, а на деле, к сожалению, сегодня много вот идет разговоров по поводу поправок Конституции Российской Федерации, но с моей точки зрения, это косметический ремонт. Это косметический ремонт, если мы действительно бы хотели начать жизнь с чистого листа, нам надо было бы разрабатывать и принимать новую Конституцию. А так создается некая запутанная картина, вот, вносятся какие-то поправки, и видно, что фундамент остается старый. Фундамент остается старый. Я, значит, слежу, например, за инициативами по части 75-й статьи Конституции Российской Федерации. Как-то вот эту 75-ю статью все обходят стороной. А 75-я статья, в ней это собака изорыто, потому что там говорится о Центральном банке. А для меня абсолютно очевидно, что Центральный банк – это и есть первая власть. И вы там можете проводить хоть косметический, хоть капитальный ремонт трех классических ветвей власти, дополнять какие-то новые ветви, создавать, типа там, Госсовета, или там выделить еще какие-то отдельные институты в отдельные ветви власти. Ну, а если остается основная власть, власть хозяев денег, ну, все это вот некая такая дымовая завеса. Я, конечно, до конца не могу тоже объяснить, каковы конечные цели вот всех этих поправок, но думаю, что все-таки эти инициативы по поправкам, они, будем так говорить, спровоцированы не какими-то внутренними причинами, а какими-то внешними. У меня пока нет никаких вещдоков, но есть такое вот ощущение, поскольку я многие годы занимаюсь вопросами, значит, мировой финансовой системы, и очень хорошо вижу роль хозяев денег в управлении миром, я думаю, что, конечно, это инициатива со стороны хозяев денег. Может быть, даже президент до конца и не понимает, потому что хозяева денег, они любят играть в темную. Вот, они любят создавать какие-то легенды, ну, мне трудно сейчас говорить, но вот такая ситуация. Владимир Владимирович, мы очень много в последнее время говорим о российском суверенитете и о том, что мы сейчас вот создаем новый мировой порядок, где Россия будет занимать ключевую роль, но, несмотря на это, с 2000 года, даже, может быть, и раньше, мы ежедневно, ежегодно подписываем большое количество межнародных документов о построении единого цифрового общества. То есть, как вы уже правильно сказали, мы пока не выходим из глобального проекта. И, как на ваш взгляд, можем ли мы действительно от этого проекта отойти, или все-таки мы по тому заданному курсу, к которому сейчас идем, мы вот обречены на то, чтобы в конечном итоге все равно влиться вот в эту мировую цифровую систему управления обществом? Ну, я думаю, что если все-таки обсуждать второй вариант, который вы сейчас озвучили, то это уже последние времена. Я все-таки оптимист и считаю, что предпоследние. А если предпоследние, то святые отцы говорили, что еще будет некоторая передышка, еще будет некоторый рассвет России. Кто-то говорил, там 30, кто-то 40 лет. Но это вот... Я очень надеюсь на то, что это будет. Но сейчас я не вижу пока никаких таких внешних признаков того, что мы можем выйти из этого глобального проекта. Пока вот все идет по их нотам. Игра идет по их нотам. Вот. Но вы знаете, Господь Бог, Он промыслительно может все переиграть, все переиначить. Вот. И мы не должны слишком идти по стопам наших идейных и духовных противников и пытаться, значит, все просчитать. Вот. Мы скорее должны все-таки выстраивать наши отношения с Богом. Вот. И Господь Бог, если Он видит, что мы действительно еще не оконченные люди, ну, тогда Он каким-то образом нам поможет. Ну, таких чудес, ветхозаветной истории было сколько угодно. История с Гидеоном, например, если вы знаете эту историю, когда Господь Бог сказал, а вот 300 человек только останется из вашего войска, и вы победите. Потому что если будет там 10 тысяч или 30 тысяч, вы подумаете, что это вы сами победили. А так вы поймете, что это я вам помог. Буквально пару недель назад шли разговоры о покупке государством Сбербанка и поглощение его в рамках некой государственной платформы. Что это может означать в рамках проекта цифровизации? Ну, насчет цифровизации ничего не могу сказать. Хотя знаю, что господин Греф тратил очень большие деньги на разработку цифровых технологий. Знаю, что Сбербанк пытался войти в состав международных банковских консорциумов по разработке криптовалют и блокчейнов, но у него это не получилось. Мне трудно сказать, кто будет рулить Сбербанком, когда он станет государственным. Сейчас он негосударственный. Это вот, к сожалению, журналисты как-то ошибаются, потому что Центральный банк, он де-факто не является органом государственной власти. Ну, а если он станет государственным, ну, опять-таки, понимаете, у нас ведь, если честно сказать, не полноценное государство. Все-таки все признаки того, что Россия пока имеет статус колониальной или полуколониальной страны. В таких странах правильно называть властную структуру не правительством, а колониальной администрацией. Понятно, что колониальная администрация получает команды от метрополии. Вот. Ну, что касается Сбербанка, то у меня сильные надежды на то, что все-таки Сбербанк будет отвечать своему названию. Потому что даже если посмотреть на сберегательные банки на Западе, то это институты, которые работают все-таки, прежде всего, в интересах населения. Да, они, конечно, коммерческие организации, но это не Сбербанк господина Грефа, который делал и продолжает делать все для того, чтобы максимизировать прибыль, накормить акционеров. Прежде всего, это не резидентные акционеры для того, чтобы повысить капитализацию Сбербанка. Ну, вот сейчас капитализация Сбербанка упала, и правительство говорит, что оно готово даже не по частям, а сразу все выкупить. Ну, с моей точки зрения, конечно, странно, абсурдно, можно даже сказать, потому что ведь Центральный банк не покупал Сбербанк. Он ему достался, можно сказать, бесплатно. Бесплатно. А теперь, значит, обратная ситуация. Но я могу объяснить, это фактически спасательный круг, который правительство бросает в Центральную банку. Привыкли обычно, что ЦБ бросает спасательный круг правительству, а тут наоборот. Почему? Потому что вот уже два года Центральный банк является убыточным институтом. И в этом году тоже нет никаких сомнений, убытки сохранятся. И я думаю, что по итогам трех лет, наверное, суммарный убыток составит где-то один триллион рублей. Один триллион рублей. Эту дыру надо затыкать. Но тут сразу возникает следующий вопрос. Многие как-то думают, что Центральные банки, они по определению могут быть убыточными. Оказывается, могут быть. Центральный банк Российской Федерации, как записано в законе, в федеральном законе АЦБ, это организация, которая не преследует цели получения прибыли. Тогда спрашивается, а зачем же вы пытаетесь максимизировать капитализацию Сбербанка и продать как можно дороже этот банк правительству. В общем, тут масса вопросов. Но я хочу сказать, что, судя по всему, эта дыра будет заткнута деньгами от правительства, но ненадолго. Потому что ведь и на сегодняшний день в Российской Федерации остается 400 коммерческих банков. Значит, Набиулина много раз обещала и продолжает обещать, что вот прорежение банковских грядок закончилось, а что теперь остались одни только здоровые банки. Банки по определению здоровыми быть не могут. Вот, к сожалению, даже те, кто учится на экономических куртетах или в экономических вузах, они этого не усваивают. Дело в том, что коммерческий банк – это институт, который создает деньги из воздуха. Грубо говоря, вы приносите 1 рубль на депозит, а под вас рубль можно сделать 10 новых рублей. У нас написано в Конституции Российской Федерации, статья 75, что российский рубль имитируется исключительно центральным банком. Давайте посмотрим. У нас, значит, совокупная денежная масса, наличная и безналичная, денежный агрегат М2 составляет примерно 50 триллионов рублей. Агрегат М0 – это наличные деньги, где-то там порядка 8 триллионов. Ну, еще там есть некоторое количество безналичных денег, которые имитированы центральным банком. Ну, условно, 10 триллионов. Это то, что на языке финансистов называется денежная база. Так вот, а дельта 40 триллионов – это что такое? Это деньги, которые делают коммерческие банки. Это деньги, которые делают коммерческие банки, грубейшим образом нарушая Конституцию Российской Федерации. Это фальшивомонетничество в особо крупных масштабах. Это уголовщина. Вы знаете, у нас там какого-нибудь подпольного фальшивомонетчика, то, что он там нарисовал несколько пятитысячных купюр, могут за решетку усадить там на 10 лет. А у нас 400 банков занимаются спокойно таким масштабным фальшивомонетничеством. Вот. Я почему об этом говорю? Я говорю, что это неизбежно поражает, создает дисбалансы и неустойчивость коммерческих банков. Это называется на птичьем языке финансистов неполное покрытие обязательств. Если бы такое неполное покрытие обязательства было у промышленного предприятия или там у строительной компании, их бы немедленно объявили банкротами. Они живут. Они живут. Это особая тема. Ну, рано или поздно они умирают. И когда они умирают, соответственно, возникают убытки. Эти убытки надо покрывать. Частично, значит, убытки возникают для того, чтобы через агентство страхования вкладов покрывать убытки, значит, клиентов, которые потеряли свои деньги на депозитах. Ну, а значительная часть, большая часть денег идет на санирование, на санацию банков, на их, грубо говоря, реанимацию, возрождение. Вот. И, конечно, у меня нет никаких абсолютно сомнений, что прилижение банковских грядок будет продолжаться. Соответственно, значит, центральный банк будет опять вливать гигантские деньги в банковский сектор для спасения, а это будет создавать убытки. Поэтому, ну да, там, может быть, хватит Сбербанка на то, чтобы, грубо говоря, покрыть долги последних трех лет. Ну, а дальше что? У нас что, там на очереди Роснефть, что ли? Ну, Роснефть и та государственная компания. Поэтому я не знаю. Это тупиковый путь, абсолютно тупиковый. Вся эта вот модель, она тупиковая. И, наверное, прежде чем писать Конституцию и поправить Конституцию, надо разобраться, а в каком обществе мы живем? И какое общество нам нужно? Грубо говоря, у любой страны есть идеология. Вот сейчас говорят, что, значит, надо там что-то написать насчет идеологии, а никто не знает, какая она идеология. Какова будет, на ваш взгляд, политика после 22 апреля? То есть, ждет ли нас какой-то разворот в сторону национального развития России, то есть, в сторону народа? Или мы будем также видеть этот такой либеральный курс правительства? Ну, я в данном случае долго над этим вопросом не размышлял, но я задавал аналогичные вопросы политологам или юристам, которые там каждодневно следят за всем этим. Они достаточно честно говорят, что они не испытывают никакого оптимизма. То есть, все будет продолжаться так, как продолжалось. Ну, часть из них говорит, что это необходимо для того, чтобы как-то обеспечить, значит, вечное пребывание Владимира Владимировича Путина на посту президента или на каком-то ином посту, который давал бы ему возможность реально управлять страной. Вот. Ну, на самом-то деле, понимаете, нам же надо думать не только о президенте, но и о народе. Вот. Ну, и некоторые вообще говорят, что давайте честно посмотрим. Последние, скажем, 10 лет Россия ничего почти не приобретала, кроме Крыма. С точки зрения экономики мы несем сплошные потери. Удельный вес России в мировой экономике снижается, а темпы экономического развития России ниже среднемировых. Создаётся такое ощущение, что президент Путин, он нужен для того, чтобы вот довести Россию до летального исхода. Вот такие тоже точки зрения. Но действительно, я вижу, что президент за многие годы не сказал ничего позитивного в плане предложений по оживлению нашей экономики. Более того, президент время от времени осторожно воспроизводит некоторые тезисы Вашингтонского консенсуса. Ну, например, значит, мы не сможем добиться стабилизации финансового рынка, стабилизации экономики, если мы не ведём ограничения и запреты на трансграничное движение капитала. Отсутствие таких ограничений ведёт к тому, что международные финансовые мародёры нас каждый год грабят на сумму. Ну, я веду эти подсчёты, используя платёжный баланс Российской Федерации. Ну, как минимум 100 миллиардов долларов – это чистые потери. Иногда бывает и 150, а отдельные годы – 200, но, правда, иногда бывает 50. Ну, в среднем где-то 100 миллиардов – это вот наши потери кровопускания. Но, казалось бы, очевидная вещь – надо ввести такие ограничения, запрет. В конце прошлого года президент, почему-то выступая перед иностранными инвесторами, успокоился, сказал, что мы никаких ограничений вводить не будем. Меня это очень настораживает. И я об этом говорил и буду продолжать говорить. Жалентин Ильич, большое спасибо Вам за беседу, за Ваши прогнозы. Надеемся, что всё-таки после 22 апреля мы сможем видеть хоть какую-либо позитивную повестку. Это звучит почти так же, как после 22 съезда. Я вчера буквально вспоминал 22 съезд, который обещал построение коммунизма к 80-му году, 22 апреля. Звучит как 22 съезд. Задачи цели ясны. Задачи определены. За работу, товарищи, за новые победы коммунизма. Во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет. АПЛОДИСМЕНТЫ